Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Многие, вероятно, помнят крылатую ленинскую фразу, обращенную к наркому просвещения Луначарскому, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вот о кино, а точнее о вятском кинематографе мы сегодня и поговорим. Для этого разговора я пригласил в гости нашей передачи известного кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств России, председателя Кировского отделения Союза кинематографистов России Марину Валентиновну Дахматскую. И передачу он назвал «Кино на вятке. Глазами Марины Дахматской». Марина Валентиновна, для начала разрешите нашим слушателям узнать о вас немножко побольше. Ведь Дахматская фамилия не вязкая. Она у вас от мужа или от родителей? Откуда вы родом? Это фамилия моего отца, Дахматского Валентина Сергеевича, который в 41-м году приехал сюда из Луганска, тогда, по-моему, да, из Луганска, прошел Лавграда, с заводом, который сейчас называется «Маяк». То есть мы не местные, скажем так. А мама откуда? А мама, у мамы корни были в Петербурге, но это еще до войны. А они приехали тоже с бабушкой, с моим дядей, в общем, с семьей. Дедушка был на войне, на Курской дуге погиб. Они уже с мамой встретились здесь. Так что я дитя эвакуации. Ну, можно сказать, что вы ветчанка? Да, ну, я родилась здесь, да, на пролетарской роддоме. Спасибо. Ну, вот, значит, вы здесь родились, росли. А как на телевидение-то попали? Годы вашей молодости, я так понимаю, что это было весьма трудно сделать. Или кто-то вас туда привел? В каком году это произошло? Ну, привел туда, как обычно, вводят случай. И моя такая пионерская активность. Я была очень такой пионеркой, активной, председателем совета отряда, дружины, городской дворец пионеров мы ходили. А телевидение начиналось у нас в 1958 году. То есть как раз вот это у меня было такое вот самое активное детство. И были передачи, назывались они, сейчас я забыла, «Костер», по-моему, или там. В общем, какая-то пионерская передача была. И нас туда пригласили в качестве там статистов. Или я что-то там, какой-то стих читала. В общем, вот так вот на телевидении мы попали в качестве выступающих. Нас вызывали выступающими. А у вас это оказало какое-то впечатление, влияние? Вы знаете, особое впечатление... Я сейчас так вот не помню. Помню там эти коридоры, там все это помню, помню. Потому что у нас была целая толпа этих пионеров. Были очень хорошие люди, которые нами занимались, редакторы. И как-то меня, я, видимо, там громче всех читала. И меня пригласили туда чего-то провести, еще какую-то передачу уже в качестве ведущей. Я вот в пионерском... Ну так вот спонтанно взяли... Да, ну а как приглашали? Не знаю, вот я вас и хочу узнать, как это происходит. Я говорю, это была первая встреча с телевидением. А потом уже я закончила школу. Уже поступала... Нет, еще не поступала в институт позже. Вот. И мне знакомые-то у меня кое-какие завелись. И вот мне предложили попробовать поработать... После школы? Да, после школы. Попробовать поработать. Самая такая первая, на мой взгляд, самая интересная и почетная должность. Это помощник режиссера. Самая вот первая ступень. А чем занимается помощник режиссера? Вот, помощник режиссера, человек очень важный. А, к сожалению, сейчас уже этой категории нет на телевидении. Ну, по крайней мере, на Кировском. Помощник режиссера, это вот... Как мы называли... Как нас операторы, значит, называли... Заставки дергать. Потому что сейчас вот титры пишутся там электронным способом. Все, а тогда художники рисовали кисточкой. Там, там, Кировское телевидение, или там, передача, там, гостях у сказки. Там, все это вот было написано. Были пипитры, стояли перед камерами. И вот на эти пипитры ставили заставки вот эти. И вот мы их... Значит, надо было вовремя поставить. И ни в коем случае не убрать заставку в эфире. Потому что, когда она была в эфире, на камере горел красный огонек. Но иногда бывало, что дернешь ее, и получаешь выговор. В эфире нельзя было этого делать. А вообще, какие требования... Ну, не только это, конечно. ...к людям, которые вот работали на телевидении, особенно, ну, к молодежи, да? Вот, лыжи потом тоже, наверное, принимали людей. Есть какие-то особые требования, которые вот в других, может быть, профессиях, ну, не так часто встречаются, как на телевидении от требований к людям. Вы знаете, я не знаю, не сформулировала бы это как требование, но, знаете, есть вот такой принцип «свой-чужой», да? Вот видно человека, который... телевизионный человек. Его как-то видно, да. Это, конечно, активность. Это бегать. Это надо бегать. Это надо все-таки эрудиция. Это надо, так сказать, точно понимать задачу и быстро принимать решения. Потому что вот мы начинали с прямых эфиров. Вот сейчас... Ну, то, что вы говорите, я бы так назвал одним словом сообразительность. Да, 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 да. Но она нигде не помешает. Но в телевидении это надо быстро, потому что, повторяю, мы работали в прямом эфире. Мы начинали работать вот 58... Это, наверное, очень высокая ответственность еще. Конечно, да, прямой эфир. Они должны быть ответственными. Но пришла, говорю, я на телевидении, вот это вот в моей трудовой книжке, вот эта запись от 67-го года, 4 марта 67-го года. Это вот после школы, да? Или уже вы когда закончили вуз? Нет, нет, не закончила вуз. Я только поступила. А в какой вуз вы поступили? Я поступила, я считаю, в лучший вуз. Это Кировский педагогический институт имени Ленина. Кинематографическое образование есть? Есть. Но это позже. И тогда не было специализированного вуза кинематографического. Ну, представьте себе, 67-й год. Еще вообще в стране телевидение... Я не могу представить, я в 66-м родился. Сейчас я тогда вам расскажу. 67-й год. Это, значит, 10 лет нашему телевидению. Почти. У нас 10 лет разница с моим родным телевидением. И что вы думаете? Надо было работать все время только в прямом эфире. Это был все время прямой эфир. А что касается института, то это было рядом. Педагогический институт. И потом мне всегда... Литература для меня всегда была главным источником. Вы на филологический? В филологический, конечно, да. Я очень... У нас и в семье всегда у нас все это книги, книги, книги. Это наша религия была. Чтение книг. И поэтому я вот пошла по этой. Но сразу я почувствовала, что надо что-то еще знать для того, чтобы там работать, продвигаться как-то. Потому что все-таки надо было расти помощника режиссера, следующий ассистента режиссера. Потом уже так далеко не заглядываем, но хотелось, конечно, быть уже режиссером. Ну, как-то быстро. Мне как-то за год... Все-таки, видимо, я бегала. И была сообразительной. Простите за нескромность. Вот меня перевели в ассистента режиссера. Это, конечно, уже более такая работа специфическая. Уже это и правая рука режиссера. Это уже подбор иконографического материала. Там монтажные листы. Там много чего интересного. И мне это очень нравилось все. Самое главное, что мне очень нравилось. И я это делала. Старалась сделать все очень тщательно. Режиссер меня хвалил, потому что я расписывала его монтажный лист даже разными карандашами. А сейчас примерно такой же карьерный рост? Или как-то по-другому происходит? Сейчас? Молодой человек какой-то захочет пойти на телевидение к вам? Только через пединститут. Нет. Во-первых, сейчас, конечно, специальные вузы уже есть. Когда я проучилась, я три года, три курса закончила педагогического института. Кстати, мне это очень помогло. А потом вот в нашей студии мои старшие товарищи Римма Яковлевна Лаптева, вот кто слушает, знает ее, замечательный режиссер Владимир Николаевич Бучин, они вступили в Ленинградский государственный театр музыки и кинематографии. В то время там открыли факультет телевизионного искусства. Телевидение, потом стало телевидение и кино. Это первый был такой факультет, потому что ни в ГИК, никто телевизионных специалистов не готовил. И я дерзнула, вы знаете, я дерзнула, думаю, надо мне уже в эту сторону направляться, и я поеду в Ленинград, это Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, тогда он назывался ЛГИТМИК, вот, и я поехала туда, конкурс был очень большой, 60 человек было на место у нас, да, 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 народу было много, но у меня были преимущества. Во-первых, я уже работала на телевидении, это большое, заочное отделение, очного не было, вот очное только сейчас появилось там. Во-первых, я работала уже на телевидении, у меня был стаж, и я все-таки что-то уже в этом понимала, хоть немножко, понимаете, но я понимала. Я уже три года проработала тогда на телевидении, и я, конечно, уже не был и работой. Я знаю, что в таких творческих вузах обычно обучаются в мастер-классах чьих-то, то есть есть, да, то есть в обычных вузах такого не бывает, но творческие вузы... Да, мастерские. Да, уникальны в этом отношении. Вот в чьей мастерской или на чём мастер-классе вы... Курс. Это называется курс, чей курс. Да, чей курс у вас был. Да. Ну, во-первых, дикант нашего факультета был совершенно замечательный, и все его знают, Давид Исаакович Карасик. То есть мы под его аммофором, хотел сказать, служили, вот учились. А руководитель курса у нас был Алексей Санчер-Эссер, совершенно изумительный, потрясающий тоже человек с ленинградского телевидения. Режиссёр? Да, режиссёр ленинградского телевидения. Ленинградское телевидение, надо сказать, очень сильное. Это замечательное телевидение. Вот оно в своё время никакая Москва, извините, ему в подмётки не годилась. У него какие там были программы, какие мастера. То есть можно сказать, что это и есть ваши учителя, кого учили? Да, Алексей Санчер-Эссер и Вадим Петрович Горлов. Это были руководители курса. А по жизни есть ещё люди, которых вы считаете учителями? Ну, я, прежде всего, режиссёров, может быть, имею в виду. Конечно, я люблю кино, смотрю фильмы, и эти фильмы, их авторы мои, учителя, можно сказать, если можно чему-то научиться, понимаете. Можно и так учиться. Ну, а как ещё? Потому что научиться, научить, как говорят, извините за банальность, нельзя, научиться можно. Поэтому, вот, конечно, я смотрю, читаю и набираюсь, если ещё возможно. Вот так вы стали режиссёром. Но, чтобы быть настоящим режиссёром, надо что-то снять. Помните ли вы свой первый фильм, когда вы его сняли, о чём он был? Да, конечно. Это была первая работа, это я училась, по-моему, на третьем курсе, да, это 1972-1973 год, и мне нужно было делать курсовую работу уже. И преимущество, повторяю, моё было в том, что я работала уже на студии, у меня были технические средства. У меня было хорошее руководство, которое давало возможность. Далеко не все на нашем курсе привозили работы. Делали на фото, на бумаге, понимаете, вот как-то это сделать. Можно было свой замысел как-то, ну, что-то объяснить, что ты хочешь снять, как это должно выглядеть в эскизах. А мне вот Исаак Соломон Шур, надо обязательно, чтобы его имя прозвучало в моей жизни, это наш главный редактор нашей редакции, редакция называлась «Подготовки программ на плёнке». И я к нему пришла и сказала так и так, у меня вот курсовая, не дадите ли вы мне, батюшка, плёночки немного, оператора какого-нибудь худенького, чтобы я вот чего-нибудь тут сняла. И они мне дали, там, в плане у них были работы, и вот они мне дали, говорят, вот тебе, пожалуйста, 15 минут, делай, что хочешь. И я сделала, что хочу, а хотела я куда-то поехать и снять что-то такое, о чём давно думала, но не видела. И это был Лусский район, Лальск, вот те северные места. Да, и сделала я такую работу на плёнке, называется она «Узоры русского севера». Интересно, а чём это? Вот это не в буквальном смысле об узорах графических, да, о том, какая там осталась вот эта вязь времён, вот как там сохранилось это всё. Сейчас в двух словах попытаюсь объяснить. Мы когда туда приехали, ну, вы знаете, кто был в Лузе, тот знает, это ночь на поезде, там всё это, ужасная такая дорога, потом машины. Я тоже в Лальске бывал. Да, 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 потом ведь, знаете, мы же не на своём транспорте, сейчас мы уже тут сами по себе, а тогда надо было идти в отдел культуры этот район и просить какой-нибудь транспорт, чтобы доехать, там, в деревне палкой не докинешь. Вот дали всё-таки, да, и вот мы с оператором Алексеем Крысовым, кстати, прости, Господи, Царствие Небесное ему недавно ушёл из жизни, сделали вот эту работу. Меня ошеломило всё, что там было, знаете, просто ошеломило вот эта красота, вот эти вот холмы, вот эти горы, вообще-то природа вся прочая. Люди, там какие-то лица совершенно другие, какой-то вообще другая планета, вот, и я попыталась исследовать это, свои просто первые впечатления, не взглядом туриста увидеть, рассказать, ах, как там, значит, красиво, а всё как-то попытаться туда. И вот эти узоры мы стали рассматривать. И там разные эпизоды. Бросаются в глаза то, что там много вот кованых. Нам, наверное, сейчас не рассказать всё о фильме. Да, ну, вот чтобы понятно было, что он состоял из нескольких новелл, в которых были узоры. Были и вышенные узоры в музее, вот эти бабушки там, эти свои сундуки открывали. Были вот эти кованые узоры, которые на сундуках, на трубах, на дымоходах. Ну, представляете себе всё. Были узоры лиц, рук. В общем, вот такая... А удалось ли вам потом, позже, посетить снова Лальский или нет? Да, да. Это я уже запомнилась. Сохранилось у вас вот это первое впечатление или изменилось потом? Сохранилось вот абсолютно вот в том первом очаровании, вот этой первой любви. И вообще я считаю, что это моя первая лучшая работа. Хотя, конечно, с ней были приключения. Вот это первое. А вот какой из снятых в лаве фильмов вы вообще считаете своей творческой вершиной? Я понимаю, что фильмов много. Но вот, наверное, есть, которые вы сами считаете, да. Это вот моё достижение. Вот, знаете, этот вопрос вообще довольно коварный. В каком смысле? Чтобы так вот ответить. Потому что фильм, он, так сказать, многогранный. С одной стороны, он для меня изнутри, как он мне дался. Знаете, ведь никогда не задумываешься снять плохой фильм. Всегда думаешь, что ты сейчас снимешь что-то хорошее, значительное, важное очень. И это будет твоим лучшим фильмом. А с другой стороны, как это получается. И как это зритель принимает. И как это принимают другие люди. Поэтому так вот однозначно сказать, что этот мой лучший фильм про какой-то конкретный не могу. Есть фильм, который я люблю изнутри. Потому что путь и съёмки были интересные, или тяжёлые, или не получало что-то. Ну, вы знаете, как вот такое больное, но любимое. А есть фильмы, которые удачные. Сразу вот пошло, и пошло, и всё, и фестиваль, и диплом, и приз, и какая-нибудь ваза. И всё это вот и стоит на шкафу. Но фильм, который был всё-таки лучший, я считаю, те, которые интересные. Которые содержательные, в которых есть. Ну, вот сейчас, чтобы вот это было на слуху тоже у современников. Вот «Солдаты-маршал», я бы сказал. Это фильм о нашем легендарном Грише Булатове, нашем знаменосце. К нему много было подходов. И до меня его снимали. Тот Григорий, который, Булатов, который знамя, окружил на Ристага. Да, на Ристага, да-да-да. И до меня его тоже снимали, и всё. Но я получила неожиданно совершенно, мы с Борисом Григорьевичем делали сценарий, с Свистуновым. Борис Григорьевич Свистунов, наш сотрудник тоже, журналист очень хороший. Вот, и мы написали, да, написала я на грант, на канал «Культура». Мы тогда с ними активно очень сотрудничали. И совершенно неожиданно, честно говоря, вот они его взяли, дали нам грант. И мы вот на этот грант сделали работу. Поэтому, ну, там действительно было интересно, потому что, знаете, это такая лента, она вопросы веры. Кто-то верит в то, что это Григорий Булатов сделал, а кто-то не верит. И я для себя, как режиссёр, у меня была задача доказать это, понимаете? И поэтому эпизод за эпизодом должны были ложиться, как лист за листом доказательств. Вот кадр за кадром. Поэтому для этого надо много материала, много искать. Кино, видите, 85% глазами. Значит, нужны были документы, свидетельства, люди, и мы вот это нашли. И нашли очень много, мне кажется, таких документов, которые бесспорно доказывают, что Григорий Булатов действительно был и сделал вот это именно 30 апреля в режиме боя. А не тогда, когда уже были сняты вот эти все кадры. Ну, вы уже такой специалист по Булатову. Скажите, на ваш взгляд, почему всё-таки имя Булатова как-то вытерлось из памяти? Почему мы знаем Кантарию, Егорова, а вот о Булатове, ну, собственно, только на Вятке и говорят, а в других местах, похоже, нет. Почему ему до сих пор не присвоено звание Героя Советского Союза? В чём причина? — Это большая ошибка и, я бы сказала, трагедия. И для него в том числе. Ну, Кантарий, Егоров, сами знаете, они были назначены на эту роль. Это знают все, это не тайная. Об этом и Роман Кармен пишет в своих воспоминаниях. Потому что когда у него есть один материал, он говорит, что когда меня заставили, вернее, эту съёмку организовывали с Кантарией Егоровым около этого флага, около знамени, сам Кантария сказал, идите снимайте Булатова. Это они, это была рота Сорокина, разведчиков у них был, как называется, не помню, отряд Сорокина, и вот они, значит, всё это осуществили. То есть это факт, что эти люди были назначены, поэтому и всё. А когда сделали эту хронику, и каждый раз на 9 мая там уже идёт, идёт-то Гриша с этим знаменем, а звучит Кантарий Егоров. Вы представляете, там же всё время звучит, и вот наш Кантарий Егоров. А идёт наш Гриша в развалочку с этим знаменем, как с косой. Вот, поэтому, конечно, вот в фильме у меня дочка его говорит, Людмила говорит, вы представляете, вот он каждый раз это видел, вот что с ним было. Идёт он, а звучит Кантарий Егоров. Он, говорит, после этого, конечно, запевал. Ну, поэтому я говорю, что трагедия. С другой стороны, это трагедия, потому что человек слаб, человек не может многого выдержать. И его, конечно, это вот мучило, что его не признают. Он пил, он сам, он дважды сидел после этого. И, конечно, уже тогда с такой личностью соединить высокое звание героя уже никому как-то никто не дерзнул. Но, тем не менее, приезжали и генералы, и начальник гарнизона вот этого Слободского. Вот они все помнят его и знают, и верят в это, и документы эти есть, что это был он. Мне кажется, что у него просто вот не хватило терпения. Вот прошло бы эти 20 лет, и сейчас он бы, конечно, всё это получил. Много раз посылали снова документы на героя. У него есть награда, у него есть орден за отвагу. Но, конечно, он достоин звания Героя Советского Союза. Это бесспорно. И даже вот то, что фильм вышел на канале «Культура». Да, это отдельная моя, так сказать. Как вообще это удалось именно за счёт того, что это был грант? Ну, во-первых, да, это считается наше совместное производство. ГТРК «Авятка» и «Канал Культура», так вот это делается, да-да-да. Вот, но они специально, это был... Они поставили его в эфир в 19 часов 5 минут. Всем понятно, что это за время. Это сразу после минуты молчания. Это вся страна замирает. И сразу после этого идёт наш титр солдата-маршала. Вот, и тогда, конечно, это было очень... Это было вот... Нам была эта награда, и Грише была эта память. Потому что мы впервые на всю страну атрибутировали вот эту фотографию, где они стоят, тут знамени, вот этот Сорокинский, весь этот коллектив, весь этот отряд. И мы каждого поимённо назвали их имена, кто был при этом. И я думаю, что это вот самое главное, что мы сделали в фильме. Не то, что мы там получили потом всякие призы за него, а то, что мы вслух эти имена прокричали. Вы молодцы. Ну, я думаю, что мы сейчас... Ну, вопрос не будем начинать, потому что время такое, что подходит небольшую паузу сделать. Поэтому мы сделаем небольшой перерыв, и после этого продолжим. Добрый день, уважаемые слушатели. Вы в эфире дискуссионная передача «Ума Палата», и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – «Кино на вятке глазами Марины Дахматской». Соответственно, я продолжаю беседовать с кинорежиссёром, председателем Кировского отделения Союза кинематографистов России, Мариной Валентиновной Дахматской. Марина Валентиновна, вот я знаю, что вы недавно вернулись со съезда Союза кинематографистов. Где он проходил, какие задачи решал, какие решения важные, прежде всего, для зрителей, программ, ну и для наших слушателей, были приняты? – Да, вот только что вернулась, несмотря на все эти ограничения. Из Москвы, в Москве, в Доме кинематографистов, был 21-й, ой, 11-й съезд Союза кинематографистов, прошёл, слава Богу, благополучно, и, мне кажется, очень плодотворно, потому что много было вопросов, много было решений принято. Вот, ну, кроме поздравления Владимира Владимировича Путина, который открыл наш съезд, были очень важные выступления, в частности, министра культуры Ольги Любимовой, которая, в свою очередь, отметила важность отрасли кинематографической для народа, для развития культуры и так далее, и так далее. И я думаю, что это всё должно было выразиться в конечном итоге в финансировании. Потому что всё равно в конечном счёте всё, что делается, оно делается за деньги. И государственная политика должна всё-таки делаться за государственные деньги, тогда и спрос другой. Вот, так что это было очень, говорю, такое обещающее такое выступление. Они, Министерство культуры с Союзом, договорились о грантах, например, о стопроцентном поддержке грантов на дебюты, что очень важно. Больная тема – детское кино. Ведь студия детских юношеских фильмов совершенно загнулась, извините за выражение, но это так и есть. Вообще детское кино вообще пропало. Где? Ни Быковых нет, Роланов, ни грамматиков только где-то ещё. Американские тут и детские кино. Да, да. И, кстати, на эту тему тоже была большая. Ну, не дискуссии, это, в общем-то, все понимают. О процентном соотношении репертуара, в репертуарах кинотеатрах, вот это, американского кино и всё. А телевидение, не знаю, это, наверное, процесс, наверное, никак нельзя регулировать, если только, конечно. Мы же видим. Таких кинотеатрах, да, да. Как будут регулировать? Они же коммерческие, это же не коммерческие. А если зритель идёт, а он рублём платит. Ну, значит, должна как-то государство, вот об этом была большая дискуссия, должно, значит, как-то субсидировать показ отечественных фильмов, что и будет. Там есть отдельный, записали пункт в решениях, что будет наполняться, следить, вернее, не следить, а помогать наполнению российскими кинами, этими российскими кино, репертуарами. Но вы вот режиссёв-то всё-таки документального кинотеатра. Да, прежде всего. И навсегда. А вот я, может быть, чуть-чуть в сторону от съезда отойду, и меня всегда интересовало, вот чем документальное кино отличается от игрового? Нет, ну, конечно, я вижу. Но одно дело видеть, что это игровое, это документальное, а другое — понимать принципы-то, наверное, какие-то должны быть, которые отличают. Потому что иногда, честно говоря, непонятно, то ли документальное, то ли придуманное здесь. Ну, это сейчас вот эта грань между ними, она стала размываться, размывают её, потому что в документальном кино делают эти так называемые реконструкции, когда героя, значит, выдают за героя другого человека, и он выполняет там его какие-то действия. И сразу скажу, я это не люблю, и я это никогда не делаю, да и не умею делать, и, честно говоря, не хочу. Я считаю, что документальное кино, вот как оно изначально, вот оно было нашими отцами-основателями, сформулированы вот эти его основные законы и всё, это то, что происходит здесь, сейчас, и ты должен это увидеть, осмыслить и передать в тех формах желательно, в которых оно было действительно в жизни. Игровое кино, пожалуйста, ты можешь придумывать любой сценарий, и, пожалуйста, тебе актёры за небольшие деньги или за большие всё исполняют. А в документальном кино в нём, как говорил мой учитель, Галантер Борис Давидович, тоже мой великий режиссёр, вот очень много училась его, все его фильмы пересматривая, он говорил, что даже Марина никогда не переснимает дубль, который не удался. Вот не удался дубль, вернее, не удалась какая-то сцена, не удалось какое-то событие снять. Вот бывает же всякое. Не переснимай, придумывай что-нибудь другое, придумай, где ты этих людей в другой ситуации будешь снимать. Никогда не переснимай. И вот это вот, самое-то плохое в документальном кино, вот это и есть вот эта, знаете, фальшь. Вот это вот. Её сразу видно, когда начинают подстраивать всё. Не надо путать, конечно, это с таким лирическим взглядом. Когда режиссёр, документалист строит атмосферу, добавляет какой-то, там, не то что там других людей, а какой-то ещё документальный материал, какой-то, сейчас даже не знаю точно найти какое слово, но выстраивает из кадров, вот из действительности своё, ткёт своё пространство. Это правильно, это тоже документальное кино, лирическое вот это. И есть замечательные фильмы, которые вот построены на этом. А как Вы считаете, вот наше кировское телевидение, ну, скажем, на фоне других регионов, вот оно хорошо, вот развито кинопроизводство в нём, и вообще телевидение, или мы как-то отстаём? Как мы выглядим на фоне остальных регионов? Вы сейчас на съезде были? Да, мы выглядим очень даже прилично, даже при всём, при том, что сейчас эта отрасль везде, так сказать, терпит некоторое ущемление, хотя, как это сказать, вот был спад, потом подъём. Ведь видите, раньше телевизионное кино, оно было, отдельной строкой бюджет был записан. Фильмопроизводство. Вот чего добились наши отцы-основатели? Вот Исаак Соломонович, Геннадий Тимофеевич Фокин, Михаил Иванович Кощеев. Вы имеете в виду основатель Кировского телевидения? Да, да, Кировского телевидения, да, да, потому что было телевидение, которое занималось чем? Новости и показывали кино, ну и передачи, да, передачи такие там, вот «Бей барабан», к примеру, там, ну и многие другие. А фильмопроизводство выражалось только, вот была редакция подготовки программ на плёнке. Она занималась, да, съёмками там, какие-то сюжеты снимала и всё. Но наши-то отцы, им хотелось кино большому. Всегда помню Веретенников, ещё Юрий Фёдорович у нас был такой оператор, он всегда говорил «большое кино». И вот к этому большому кино они всегда стремились. И вот делали на свой страх и риск первые фильмы, возили в Москву. То есть большое кино, оно может быть и документальным? Конечно. Я всегда думал, что это игровое. Нет-нет-нет-нет, большое кино прежде всего документально. Ну, возьмите Михаил Чарома, обыкновенный фашизм. Это разве не большое кино? Большое. Это что ещё рядом с ним поставить? Даже из игрового. Ну, может, войну и мир. — Ирина Валентиновна, у нас не так много времени осталось, но ещё есть. И, может быть, в конце программы вы расскажете о каких-то интересных или курьёзных случаях на телевидении, с которыми вы сталкивались. Это всегда интересно. Ну, если что-то вспомните. — Не знаю даже, что-то... Ну, знаете, жизнь — это дорога. В дороге многое случается. Не знаю даже, что вспомнить. Бывало, была история, не знаю, сколько она курьёзная, но вот, например... — Ну, просто интересно. Я не верю, что обязательно смешно. Просто то, что вас саму заело где-то, помнится. — Ну, вот помнится, как мы делали один фильм в Кирово-Чепецке с Юрием Дмитриевичем Авдеевым. Тоже вот надо обязательно, чтобы его имя прозвучало сегодня, потому что тоже один из... Это коллега и учитель, и товарищ, и замечательный журналист, и кинодраматург, и поэт. Он писал сценарии в стихах. Вы можете себе представить, да? А вы говорите, документальное и игровое. Вот. И мы, значит, сделали... Он написал сценарий про Николая Михайловича Малых. Был такой директор совхоза в Кирово-Чепецком районе. Сейчас уже хозяйство не помню. И всё прочее. И, значит, что у него было такого передового, такого... Почему о нём решили снимать кино? Потому что он своей директорской... Он был директором школы сначала, а потом его сделали директором этого совхоза. И он планы своего совхоза строил по материалам сочинений десятиклассников. Да. Ничего себе. Да, 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 да. И вот всё очень интересно. Назывался у нас... Я забыла, как сейчас уже... А дневник школы, что ли? И вот он... Вот такой у него был метод с ребятами. Они писали сочинения, повторяя. А он по нему делал свои планы. Ладно, порекомендовать. Да, да, да. Нынешний директор. Да, вот такой был человек. И вот про него Николай Михайлович, скромный такой наш, вятский человек, вот это сделал. И мы про него сделали довольно такую, я считаю, очень тёплую такую картину. Осенью снимали там. Стихи Некрасова были, в общем, поздние очень. Некрасову десять лет начали. Да, 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 да. Вот. И мы вот сделали такую картину и повезли её в Москву. С полным ощущением победы, сделанной работы. И вот, представьте себе, сидим мы в этом зале, когда... Ну, это отдельная тема, как мы фильм издавали в Москве. Там же большая комиссия их принимает. И начальство такое сразу сидит. А ты сидишь на самом заднем ряду, вообще тебя не спрашивают, кто ты и что тут. Вот. И вдруг свет зажигается после этого всего. Поворачиваешься, поворачиваются начальники и говорят. Так, где режиссёр? У меня, конечно, душа в пятке, потому что это была моя вторая или третья картина всего. Я говорю, я... И он мне говорит, что хочешь сказать этим? Я говорю, вот, всего лишь что-то сказала. На BBC сделала работу? Да? Это что за подвиги местного масштаба? И так он меня начал ругать. Надо сказать, что мы, значит, всё сдавали где-то от числа 30-го... Ну, как всегда, всё же опаздываем там. 29-30 декабря. А надо, чтобы 31 декабря все планы были закрыты. Если мы не сдали, значит, план студия не сделала. Что такое не сделала план студии? Это никто не получает премию. Вы представляете? Это было жуть. Короче говоря, я говорю, мы думали, что вот, в общем-то, достойного человека эта работа, всё. Идите. У вас полдня, вот это всё переделать, значит, перемонтировать и всё прочее, прочее. А есть ещё материалы? Я говорю, да нет, всё тут... Тогда не знаю. В общем, выгоняют нас. Мы уходим с Авдеевым в совершенно жутком состоянии. Звоним сюда Михаил Ивановичу Кащееву. Вот. Я реву, конечно, четыре ручья. И говорю, вот так и так, всё пропало. Фильм у нас не приняли. Да ещё и обругали. И Михаил Иванович тогда сказал, ничего переделывать не будем. Приезжайте. Фильм сделан тёплыми руками. В общем, мы приехали. Но финал этой истории был совершенно другой. Прошёл где-то полгода. И приехала к нам на телевидение комиссия из ЦК. И был такой... Фамилию сейчас тоже не буду помнить. И решили... Горочаров был секретарь по идеологии. И решили вот этого начальника ЦК, который приехал в область, показать ему фильмы. Как живёт область. И в том числе... Михаил Иванович говорит, давай им это... А, продолжение урока фильм назывался. Продолжение урока покажем. Он посмотрел. Всё. А я сижу в будке. И точно так же свет зажигается. И он говорит... Этот фильм сколько раз был по центральному телевидению? Ничего себе. Михаил Иванович говорит... Нет, нет, нет. Он не был, не был. Мы, значит, вот его всё. И он так поворачивается и говорит... Кто у нас там на телевидении? Мамедов? В общем, чтобы во вторник он был на экране, в программе. За ночь мы отпечатали копию. На вятке, значит, отвезли. И вот такая была история. Да, замечательная совершенно история. Марина Валентиновна, хочется ещё общаться и общаться с вами. Однако время нашей передачи подошло к концу. Мы вынуждены расстаться с нашими слушателями. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Ума Палата» была кинорежиссёр, председатель Кировского отделения Союза кинематографистов России, Марина Валентиновна Дахманская. До свидания и до новых встреч. До свидания. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Смотрите кино, особенно Кировское. Ума Палата Субтитры создавал DimaTorzok